Десятки упаковок с фирменными логотипами именитых брендов. В этих коробках спортивная одежда и обувь, которые торговали в краснодарском магазине. Всю продукцию изъяли полицейские. Полторы тысячи изделий оказались контрафактом. Ущерб от подделок для правообладателей превысил 6 миллионов рублей. Аналогичная ситуация и в другой торговой точке. Правда, ущерб уже больше 20 миллионов рублей. Легкая промышленность сегодня один из лидеров по доле контрафакта на рынке. Как побороть фальсификат, сегодня обсуждали на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Вениамин Кондратьев уверен, одними силовыми методами вопрос не решить. Нужны инструменты поддержки легальных производителей. Мы должны сегодня развивать свою легкую промышленность. Понятно, либо внутри региона, либо наша отечественная легкая промышленность, которая должна сегодня заполонить, если хотите, внутренний рынок аналогичными товарами вот в таком же ассортименте и по доступной цене. Вот что сегодня важно. Вот о чем сегодня переживает. Насколько у нас легкая промышленность готова к тому, чтобы с аналогичным товаром абсолютно не почувствовали, чтобы покупатели заместить контрафакт и фальсификат. Давайте подумаем сегодня в рамках нашего региона, что мы можем сделать, чтобы наш малый и средний бизнес, который еще есть и занимается сегодня производством и пошивом одежды, все-таки ну хоть как-то сохранил свой потенциал. И логика здесь понятная. Чем больше условий у легальных производителей, тем меньше шансов у незаконных. За счет объемов качественных товаров первое просто вытеснят контрафакт. Под легкую промышленность в регионе уже разработаны механизмы поддержки. Например, в Краевом фонде развития промышленности по приоритетным направлениям готовы выдавать кредиты под 1% на приобретение сырья и оборудования. В планах также создать кластер легкой промышленности в восточной промзоне Краснодара. Губернатор просит обратить внимание на школы и казачьи кадетские корпуса. Малый бизнес вполне мог бы сотрудничать с ними по пошиву формы. Посмотрите, там явно муниципальные заказы и краевые государственные заказы. Вот там есть и кто поставщик услуг и товаров. Кто и откуда. И удивимся, наверное, я думаю, вместе с вами. А мы сейчас целиком руками разводим, говорим о каких-то больших стратегических задачах. Давайте с малого начнем и увидим, что вот тут как раз и нужна наша активная помощь. И результат будет. А то наши казачья-то непонятно, кем пошитая форма и еще из какого сукна, как говорится. Где его тоже взяли. Мы завтра не заместим 100% контрафакта. Мы прекрасно понимаем, тот объем, который сегодня реализуется, он колоссальный, он очень большой. Но мы видим самое главное, что при объеме производства, продукции нашими промышленными предприятиями Легпрома, они растут. Потому что есть спрос. И действительно, наши те же родители, которые покупают эту школьную форму, они не покупают эту стеклянную форму, которую привозят из республики Северного Кавказа непонятного качества. Они уже видят, что мы сегодня способны произвести собственное. Я с вами согласен, что школьная форма, на самом деле стеклянная, вы правильно назвали, она аж блестит непонятно на солнце. И такие детки ходят в такой одежде, в такой форме. Поэтому даже делать все, что на самом деле они ходили в нашей форме, в нашей, то есть которая шьется на территории края. Понятными предприятиями, из понятного материала. Вот что сегодня важно. И так во всем. Достаточно еще, с подчеркиваю, государственных заказов и не только на одежду, а по всем другим направлениям, где мы можем четко поддержать нашего регионального производителя. Поддержать. И мы должны не стесняться это сделать. Но легкая промышленность не единственная отрасль, которая страдает от подделок. Серьезный удар получили кубанские производители цемента. Мешки с контрафактным веществом занимают почти четверть объемов регионального рынка. Ущерб экономики края – один миллиард рублей. Для защиты от незаконной продукции было предложено применять обязательную цифровую маркировку для строительных материалов. Обязательная маркировка поможет минимизировать объем контрафактной продукции. Мы в том году, одно из ваших поручений было инициировать это на федеральный уровень, на уровень государственной комиссии. Отправили эти предложения, включить в перечень товаров, которые подлежат маркировки, в частности, тарированный цемент. Новые стандарты разработают и для краснодарского чая. Все производители, использующие этот бренд, станут маркировать свою продукцию по-новому. Это бренд сегодня в Кубани – краснодарский чай. Ну, реально, на рынке им сложно. Потому что, как только бренд опять вернулся на свою высоту, его тоже начали подделывать. И достаточно активно подделывать. И поэтому те производители чая, которые сегодня наши производители чая в Сочи, и они тоже сегодня бьют тревогу о том, что они вложились в раскрутку бренда, а точнее в его возвращение на рынок. И тут же появляется подделка. Ну, коллеги, во-первых, это и нечестно, неправильно, но и так не должно быть. Давать краснодарский чай защите. Здесь впереди еще огромная работа, как сегодня на самом деле убрать у этих всех фальшивопроизводителей и дать возможность настоящим сочинским чая производителям выращивать свой чай, упаковывать и продавать. Добросовестная конкуренция должна быть. Вся работа должна быть направлена не только на то, чтобы пресечь появление контрафактных товаров, но и заменить их качественными кубанскими продуктами. Здесь необходимо слаженное взаимодействие всех ведомств, от как исполнительной власти, так и правоохранительных органов. Однако формализма в работе быть не может, обратился к участникам совещания губернатор. У меня такое ощущение, что мы с вами собираемся первый раз. Мы каждый раз собираемся, каждый раз смотрим на эту проблему. Проходит год, мы снова встречаемся и снова примерно по такому же сценарию работаем. Мы создали комиссии в районах по борьбе с контрафактом. Комиссии работают успешно. Но если комиссии работают успешно, то и результат должен быть. Сбалансирована должна быть работа в том числе. Мы должны продвигать отечественную продукцию. Аналоги, которые являются контрафактом. То есть вот здесь, тут быть поактивнее тогда, тут поактивнее. Выдавливать нужно контрафакт. Может быть даже не бороться с ним, а выдавливать. Но системной, качественной работы. Тогда и экономика будет расти. Уже легальная экономика. Дополнительные меры поддержки кубанских производителей, работающих по закону, нужны, чтобы цена их продукции была конкурентно способной. Например, в сфере легкой промышленности в Край уже разработана дорожная карта по легализации оборота товаров. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24, Краснодар.